В три раза больше, чем за каникулы 2020-го. В новогодние праздники в Сургутском районе произошло 15 пожаров. 10 из них случились в жилых домах, 7 из которых находятся в дачных кооперативах. К счастью, обошлось без жертв и травм. По словам сотрудников отдела надзорной деятельности, основной причиной ЧП стала неисправность печного отопления, а именно дымовых труб. В многоквартирных домах возгорания случились из-за перегрузки электросетей. В одном из зданий пожар вспыхнул из-за залетевшей на балкон петарды. В связи с ростом количества происшествий сотрудники ответственных органов усилили профилактику. Было организовано проведение профилактических еженедельных рейдов в дачных товариществах и кооперативах, а также в сельских и городских поселениях. В этих целях администрация сургутского района задействовала полноприводный штабной автомобиль, оснащенный громкоговорящим устройством. А также администрация сургутского района уделяет большое внимание оснащению муниципального жилья пожарными дымовыми извещателями. Часть дымовых извещателей в сургутском районе оснащены специальным передатчиком. Благодаря ему сигнал о возгорании придет на пульт пожарным и на телефон близким или родственникам жильцов. Также с 1 января в силу вступили и новые правила противопожарного режима. Одно из нововведений в данные правила, что теперь здание не допускается отапливать металлическими печами незаводского изготовления. То есть все самодельные металлические печи, которые установлены в качестве отопления, они теперь вне закон. Досмотрена административная ответственность конечно за нарушение, потому что правила противопожарного режима, они распространяются на всех этапах эксплуатации зданий. На граждан штраф составляет в виде предупреждения либо штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима предупреждение не предусмотрено уже, штраф от 2 до 4 тысяч рублей.